Вначале я напомню, что такое вообще модель Джейса Кайнингс. Потом напомню, что такое приближение улучшающейся волны, как выглядит спектр приближения улучшающейся волны. Потом дам первый вариант решения данной задачи, рабочий, который позволяет получить структуру вакуума от самого скейна. И в конце предложу еще один вариант, который, на первый взгляд, выглядит вполне рабочим, но, на конце, логичным правилом, но дает неправильный результат, почему мы пока не озабываемся. Давайте рассмотрим гаммитлян, в общем, модели Джейса Кайнингс. Он состоит из трех частей, гаммитлян не от поля. Поле базона, например, электромагнитное поле резонатное либо плазмонное, ну или что-то подобное. Гаммитлян атома. Сейчас. Гаммитлян поле, гаммитлян атома и гаммитлян взаимодействия и полиное приближение. Атомы двух уровня. Атомы двух уровня, да. Омега-большой это частота атомного перехода, атомная константность взаимодействия атома с катаимодой поля. и дальнейшую постоянную планку будем считать равную единицу. А смотрим на вот эти предвижения. Ну, предвижения очень всего значат. Как оно получается? Если вы посмотрите на гиганты на взаимодействие с решенными моделями движения Сокальнинсера, мы можем увидеть, что в него входят два типа вкладов. Первый вклад уничтожает одно возбуждение. В одной части не награждает другой. Второй тип вкладов либо рождается разводов возбуждения, либо уничтожается разводов возбуждения. Соответственно, в таком процессе уничтожения одно возбуждение в одной системе, рождение в другой, разность энергии для этих возбуждений будет равен модулю разных часов. Для второго типа вкладов он будет равен сумме часов. Соответственно, если мы находимся достаточно близко к резонансу, то первый вклад гораздо ближе к резонансу, чем второй. Поэтому второй может преимуществ. Получим следующий ганитинян. Это ганитинян просто в модели Джейнса Каннинса. Он получается к применению, к приближению вращающейся в волны. Теперь посмотрим, как можно получить спектр за удачу и в отображении вращающейся в волны. Можно заметить то, что ганитинян Джейнса Каннинса коммутирует с ганитиняном числа возбуждений в системе. Отсюда сразу следует то, что мы должны искать собственные функции вот в таком виде. То есть сперпозиция двух состояний с заданным числом возбуждений. Мы переходим к инопрекционному пространству. Подставляя водородок в состояние ганитинян, легко находится спектр. Вот, он, извините, извините. Ну, в дальнейшем эти агентинфициации не будет. Теперь давайте стратегием на задачи, которые требуют учета члена, которые, ну, грубо говоря, не сохраняют энергии. То есть приближение вращающейся в волну не убирают. Если мы посмотрим на ганитинян приближения вращающейся в волны, мы видим то, что его основное состояние совпадает со основным настроением, не воздействующих атомам и полям. То есть, если мы хотим рассматривать основное состояние, мы должны учитывать вот эти каунтеры, вот эти вейф-вклады. Вот типичная задача, которую мы сначала хотели решить, пока этого сделать не получилось. Задача динамического эффекта лэнда. Пусть у нас есть резонатор, в нем находится атом. Дальше мы резонатор увеличиваем в размере. Ну, например, увеличиваем его мгновенно в размере. Тогда, соответственно, во-первых, у нас появится козелевский поклонник из-за того, что каждый амод это у нас осциллятор. Мы взяли увеличенное частое осциллятора, у нас начальное состояние спроекцировалось на ногу, у нас появились возбужденные уровни, то есть появились какие-то... Пусть увеличивается частое осциллятора и меньше. Понял. Да, вернее. Меньше частое осциллятора от нас спроекцировались на новые уровни и появились возбужденные состояния. Это гаминетониан. Данная задача, вот эта часть гаминетониана отмечает как раз заправление козелевский поклонник. Вот это гаминетониан Джейнс и Каннинс, а в общем на модели Джейнс и Каннинс. И понятно, что у нас... Так, а омега с точкой это с чем? Омега с точкой? Ну смотрите, если мы агиоматически расширяем резонатор, то есть у нас... А помните, омега это... А, да-да-да. Омега маленькая, это частота резонатора. Вот модуль резонатора. Здесь рассматривается с одного модуа приближения. То есть вы тут меняете раз при ящике не внезапно, а плавно? Можно плавно, можно внезапно. Здесь в офис случае. Просто мы рассматривали внезапно, то есть здесь будет просто эта функция, а везут эту функцию. И понятно, что... в расширенном резонарии будет новое вакуумное состояние, на которое спроецируется старое вакуумное состояние. То есть атом будет что-то излучать, и статическое поэту излучения и хотелось бы узнать. Вот это типичная задача, которая может быть рассмотрена в рамках этой модели. Теперь перейдем к первому методу получения галм-калм-калм-калм-калм-калм-калм-калм-калм-калм-калм-калм-калм-калм-калм. Применим некоторое унитарное образование U, вот такое вот, GES, это антиорбидофибратор. Вот это легко проверить. Выглядит вот так. Кси некоторых конца, которые мы определили чуть позже. Здесь записан габинетониан невзаимодействующее поле. Да, это все делается сейчас во замоковое приближение. То есть мы рассмотрим на замоковую движку по резонансу. В общем, по резонансу. Вот. И юмкент взаимодействия. Вот здесь расписан габинетониан в новом представлении. и разложен в польский княжи. Вот здесь указана степень малости, как здесь по праву. В новом лазисе габинетониан H0 будет выбить точно так, вот после этого названия. Габинетониан H1, соответственно, вот. Габинетониан H2. То есть мы разложили до третьего порядка малости. Третий порядок малости сюда не входит, до второго порядка малости по Ж. Габинетониан Габинетониан. Ну здесь как-то первый вот, когда штрих показывает порядок. Правильно? Да, 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 да. Ну вот, H2, это второй порядок малости. H2 члена это вот и вот. Дальше удобно принять кси вот в такой форме, тогда габинетониан сводится почти к артекингу и рефико-бежение. Выглядит почти как это рефико-бежение. Только есть отличие вот в этом члене. Давайте сделаем еще одно галитарное преобразование. Е в степени Т, где Т это вот такой вот антирозаппарат. И Т, ну, примем, то есть здесь я не стал расписывать, сразу примем, вот в таком виде. После преобразования, аналогичным действиям проведем, которое на предыдущем стадии, вот, получим такой габинетониан. Вот он от различных противопреглижения отличается только вот этого члена. Но мы видим, как, что, собственно, функции будут, то есть, точнее не так, этот габинетониан он тоже коммутирует с оператором числа возбуждений. Поэтому спектр такого габинетониана ищется просто. Вот. Ну, мы сейчас, ну, можно найти спектр всего габинетониана, мы хотим сопередоточиться на основном состоянии. Сейчас, я не очень понял вот эту фразу, что коммутирует с оператором возбуждений. Вы имеете два креста? Число возбуждений. Нет, вот. Сейчас. А, с числом возбуждений. Вот. Да. Да. Так, я здесь стоялся. Основное состояние данного габинетониана, вот, в этом состоянии, оно выглядит тоже как прямое произведение основное состояние и основное состояние поля. Вот. Подействуем обратное преобразование. То есть, сначала обратное преобразование вот с этим кланом t, а потом обратное преобразование с кланом t. Я здесь не расписываю. Ну, то есть, здесь приведен уже конечный результат. Вот. Где u, su это оператор сжатия вот с таким вот параметром. u, su, su это оператор с двигателя. Вот. То есть, мы, ну, вот, например, рассмотрим первый вклад, в котором атом находится в основном состоянии. Мы сначала его сжимаем, а потом, я вам сделаю свою композицию двух сдвинутых полиц, точнее, по полю, двух состояний жертвы. На следующем слайде приведены, как будет вытянутся видно для состояния поли, заданного состояния матки. Вот. Для вкладок и атом находится в разружденном состоянии, она выглядит следующим образом. Здесь, в темной области, это... Как бы, что за атом? У нас атом был двух уровней системы, а это что? А, смотрите. В состоянии поли. Да, да, да. Первая функция Викнера, она для состояния поля вот в этом вот плане, где у нас атом находится в основном состоянии. Вторая функция Викнера для состояния, для вкладок вот такой, где атом находится в возбужденном состоянии. Это состояние параметра. То есть, P и X это операторы импульса и координаты для поля? Ну, да, да, да. Для поля. Для поля. Для поля. Для поля. Вот. Здесь темная область, это уже отрицательное значение, так как она имеет форму как таких двух горлов. Один вверх, другую вниз. Правда. А раньше область вокруг, это 0 тоже. Вот. Ну, понятно, что вот этот вклад, если мы посмотрим вот на эту часть состояния, у нас члены нулевого порядка уходят. Вот. Здесь разложение начинается с членов первого порядка ПЖ. Ну, как и предполагалось. Вообще говоря, эти операторы, конечно, нужно разложить до второго порядка ПЖ. ПЖ. Но здесь я принудил, потому что так они проще интерпретированы. И в дальнейшем, на самом деле, можно получить поправки более старшего порядка. Сюда будут добавляться просто еще некоторые операторы, которые тоже будут некоторым образом интерпретироваться. Дальше я хочу... А что тут нам в основном состоянии нарушено в фурии симметрии? Вот здесь? Да. Нет, в основном. Что? Я не понял больше. А симметрия, ну, в смысле симметрия... Нет, я не совсем правильно сказал. Симметрия относительно вращения в плоскости ПЖ. Что нарушка отличает? Симметрия относительно вращения в плоскости ПЖ. Вот это сдвиги, наверное, нарушается. Для этого тебе это будет, да? Да. Держать. Ну, то, что у нас... Ну, если уже действительное число, то у вас есть, как бы, чувствительность к фазе. Поскольку двухуровневая система показывает вам сдвижки, если же вы, соответственно, сделаете комплексами, то вот этот картинк должен повернуться. То есть, это определяется G. У нас такая примена. Ну, так, сходу, ответить, когда не получится, надо подумать. Нет, ну, вот вы когда записываете член, вы напишите каплинг G и на... Оператору жаляется у вас здесь написан? Оператору жаля нет. Оператору жаля нет. А вот предыдущая история, помните, у вас там А в квадрате? Ну, собственно, да, оператор жаля пропорционально. Вот. То есть, с обратным знаком. Ну, экспонент, вот, когда эти, которые... Да. Вот. Е в средине Т. Где Т взят такой же, как с обратным знаком. Вот. Дальше я хочу еще немного рассказать про способ, который мы вначале пользовались. Вот. Который по непонятным причинам результаты не дает. Для этого сначала я крафтам напомню, что такое головнорное представление. Для описания амазонов и для описания фрагментов, соответственно. Давай сначала остановимся на амазоны. Головнорное представление берется от как пространство антических функций. Скалярное принадлежение, которое задается следующим образом. То есть, через вот такое вот ядро. Если бы не минус Z за сопряженное. Соответственно, ядро геничного оператора, в таком-то представлении это E7-Z, Z сопряженное. Оператор рождения будет заменяться на Z. Оператор обничтожения будет заменяться на D по DZ. А набор собственных функций это Z степень N, длинный на корень зоны. Ну и соответственно, если мы воспользуемся полнотой вот этого базиса, просуммируем Z степень N на Z с сопряженной степень N, длинный на корень зоны. Ой, длинный на корень зоны. То есть, мы как раз получили геничный оператор. Для Factorian нужен или нет? Нужен Factorian, конечно. Здесь... Ну все-таки не батис, это как-то подобная система. Не перепорт. Нет, подождите. Это же базис фокус кистоянию. А! Это я фокус кистоянию. Просто то, что геничный оператор так выглядит. Некоторое такое вот ядро. Теперь для фермионов. В фермионах выглядит почти все точно так же. В заключении от того, что Z и Z с чертой заменяются TETA, TETA с чертой. Где TETA это графические числа. Вот. Соответственно, что такое графические числа? Это, ну, это антикоммутирующие числа. Вот. И, соответственно, из того, что это антикоммутирующее число, мы получаем, что произведение числа основного себя, равно не будет. Вот. А базис задается... Там факториал какой-то, не потери. Факториал не потери. Факториал не потери. Да, это... Я же не забыл. Факториал поставить. Это просто, да. Вот. А базис задается двумя элементами. Единицей и TETA. Теперь про... Собственно, зачем мне все нужно? Про... Представление матричного элемента статистического оператора через матрикалку кайфории. Здесь рассматривается статический оператор. Собственно, если мы знаем матричный, матричный, статистический оператор, мы знаем статсумму, а зная статсумму, мы можем получить и спектр залач. Вот. В частности, структура основного состояния. Сейчас я поясню немножко. Здесь TETA, это уже не един генератор, а в каждое время это отдельный генератор как грассанного алгебрия. Это получается потому, что когда мы получаем представление какие-либо индегаторы по траекториям, мы рассматриваем матричный элемент, я его стезон вклю, обозначу, оператора эволюции на малом времени. А сюда мы ставим единичные операторы. Давайте сразу запишу вот так вот. 24-й. Да. Это с чертой. У. 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 Для каждого такого единичного оператора у нас появляется новый генератор красного алгебра. Соответственно, 1, 2, 3 и так далее, это пронумерованные моменты времени. Поэтому здесь у нас красного алгебра, она уже не с двух элементами, с двумя элементами, а в каждом моменте времени у нас отдельный генератор красного алгебра. Вот тут немножко более сложный структур получается. Вот если посмотреть на этот интеграл, действие является квадратичной формой. Мы знаем, что какие интегралы берутся, это просто галстический интеграл. Казалось бы, можно получить точное выражение гистической суммы, но когда мы берем этот интеграл, получается этот галстический интеграл как галстический интеграл. Даже с тушетом красной природы и вот этих двух переменных. Почему так происходит, непонятно. Ну и выводы. Получена структура вакуума во втором порядке принесательной взаимодействия. Вот на самом деле она получена и в третьем порядке, и возможно ее можно получить в более старших порядках. Просто здесь я абсолютно не касаюсь. Еще возможно построить перевозмущение по другим частям галстериана. Например, по галстериану атома. Вот по галстериану, галстериану свободного поля строить перевозмущение нельзя, потому что оператор по галстериану, который у нас остается в галстериане, он становится, приводит к тому, что весь галстериан будет не галстериан. И задача реформулирована в рамках интегала по путям, метод на данный момент не работает. Это все. Спасибо за внимание. Ну вот надо сказать, что разложение по другим порядкам, это вот та идея, которую Михаил Иначе предложил. Я сам по развитию, скажу так. Или можно члену, который содержит дружелюбную точку, а потом поверите, писать, кто это вообще. Я, как момент, тоже так и рад. Среди задачи головного баланса, присоединенные результаты тоже. Кто запишет? А, может быть, что-то не нашли? Нет, нет, ну, там нет ничего. Ну, это не такая простая задача. Да, конечно, на первый гляд, потому что я, как только я увидел галстериана, я был первый гляд, чтобы решиться на обстановке. К этому нужно начать с ним развлекаться, и пользоваться очень приятно. Ну, вообще, отбирали. Ну, на самом деле, там был, вначале, еще один подход. Вот. Про то, что про интеграл по путям. Тоже задача была формулирована через интеграл по путям, только не в головном представлении. Вот. Там оказалось, что были поддерживанные члены предметовления, не в четвертого порядка. Задача, как бы, нелинейная, на самом деле. Там нелинейное взаимодействие. Вот. А в головном представлении там вроде все хорошо, но почему-то результат получается неправильный. Почему неправильный? Мы думали, что Сергей Владимирович, что у нас ребенок рассказал, почему у нас неправильный. Не знаю. Спросим его потом. Опять-пять-пять. Вопросы еще какие-нибудь есть? Или нет? Если нет, то нужно заканчивать первое заседание секции церквистики. Вот. Игорь Владимирович Манов, секретарь. Мы первое заседание, насколько я понимаю, заканчиваем сейчас, а продолжение будет в субботу. Да? Да. Двенадцать. Пятьсот восьмого тутория главного корпуса. Спасибо.